Украина должна получить разрешение на удары западным оружием по российским военным объектам в оккупированном Крыму и России. Об этом у себя на странице в Твиттере написал старший советник Конгресса США Пол Массара. Также политик отметил необходимость увлечения поставок систем залпового огня в Украину, а также дальнобойных снарядов к ним. И о ситуации на линии фронта, об эффективности Хаймарсов, о возможной поддержке России Ираном. Сейчас поговорим с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Александр, накануне в офисе президента рассказали, что за последние несколько дней вооруженные силы Украины нанесли около 30 высокоточных ударов из установок Хаймарс. Уничтожены большие склады боеприпасов. Объясните, пожалуйста, вот как высокоточные эти удары влияют на силы российских войск и имеют ли они возможность быстро восполнять свои запасы? Да, дело в том, что следует уточнить такой момент. Сейчас многие говорят именно о складах с боеприпасами, периодически говорят даже о складах с глючно-смазочными материалами. Но следует понимать, что вот эти наиболее яркие взрывы, которые мы видим с этими хлопками и задымлениями, как говорят в российской пропаганде, это да, действительно, это очень ярко, это очень красиво выглядит. Это склады с боеприпасами, глючно-смазочными материалами. Но есть и другие объекты, которые не так, конечно, искрят и не такие фейерверки устраивают, а именно это, например, войсковые части, это ремонтные базы, это пункты управления, это командные пункты, по которым также наносятся высокоточные удары. Накануне Херсонской области у нас был перехват наших разведчиков, попали 12 человек, как предполагается, из высшего командования, погибли. Да, и вот эти все объекты, они входят в систему управления и систему обеспечения передовых подразделений российских оккупационных войск. Если мы говорим о временно оккупированных территориях, например, Херсонской, Запорожской области, то практически каждый этот объект – это месяцы формирования соответствующей базы под них. Например, если мы говорим о складах, то это месяцы накопления соответствующего материально-технического обеспечения, материалы боекомплекта, боеприпасов, МТО и так далее на подобных объектах. Если мы говорим о таких территориях, как, например, Донецкая область, особенно та временно оккупированная часть, которая была оккупирована с 2014 года, то это формирование этих складов на протяжении лет. Это долгие года, когда формировались эти склады, и они, кстати, там одни из самых больших на сегодняшний день на всех временно оккупированных территориях. То есть, по сути, уничтожение данных объектов, они влияют в первую очередь на наступательные возможности передовых подразделений оккупационных войск. Нарушается система их управления, когда уничтожаются пункты управления и командные пункты. Нарушается их снабжение. Они сейчас используют в основном тактику огневого вала. Огневой вал – это тотальное уничтожение на несколько километров вперед именно огневым поражением из артиллерии квадратных километров, буквально обширных территорий, для того чтобы их освобождать, скажем так, для последующего наступления оккупационных подразделений. Сейчас мы уже можем отмечать сбой в этом огневом вале, в этом постоянном огневом подавлении оборонных позиций вооруженных сил Украины со стороны оккупантов. У них возникают паузы, у них возникают вот эти вот задержки между массовыми обстрелами. И это только первый этап. В дальнейшем, по мере, опять-таки, давления, продолжающегося огневого давления на эти объекты, мы увидим, когда уже оккупационные подразделения, они не смогут осуществлять полноценные наступательные действия и перейдут фактически к оборонным. Но в какой-то момент, опять-таки, благодаря этому огневому поражению данных объектов, они не смогут даже уже поддерживать оборонные действия на временно оккупированных территориях. И тогда наступит фактически третья фаза подобного рода нарушения системы управления и обеспечения, а именно фаза, когда они вынуждены будут отступать. Александр, а можно понять, вот если это была территория оккупирована с 2014 года, вы сказали, что на этой территории накопление складов продолжалось на протяжении всех этих лет, полномасштабному вторжению уже 4,5 месяца. Сколько вот за этот короткий период они могли вообще, в принципе, организовать этих складов по временно оккупированным территориям? И как долго им и ввести следующие боеприпасы с территории России? Да, действительно, на сегодняшний день, если мы говорим временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области, это не просто десятки складов. Если мы возьмем только один Донецк, агломерацию вокруг Донецка, именно в районе Донецка это десятки складов. В целиком, на сегодняшний день, оккупированные территории – это сотни подобного рода объектов, что с боеприпасами, что с запчастями для техники, что с горюче-смазочными материалами. То есть, вся та номенклатура, которая принимает непосредственное, скажем так, участие в обеспечении передовых подразделений. А в свою очередь, если мы говорим о поставках из Российской Федерации, то вот тут намечается очень такой интересный момент. А именно, если в самом начале полномасштабного вторжения в Украину мы видели, как они используют ресурс складов с боеприпасами, находящимися в относительной близости от границ с Украиной. Ну, например, это Южный военный округ, это Центральный военный округ, это Западный военный округ. Вот именно потенциал этих складов использовался в первую очередь. То сейчас, на пятый месяц уже войны, мы видим, как они начинают свозить боеприпасы, ну, например, из Восточного военного округа. В частности, из-за района Уссурийска, что фактически в 10 тысячах километрах от границы с Украиной, они грузят эшелоны массой 350-400 тонн боеприпасов. Ну, это на самом деле даже не на 24 часа огневого вала этого потенциала хватит для того, чтобы обеспечить огневой вал на протяжении суток. Это даже меньше, чем суток боезапас. Но они везут за 10 тысяч километров аж из Уссурийска вот такую вот массу боеприпасов. Это неделя где-то с пути. Да, да, нет, не неделя, это, я вам сейчас скажу, это примерно где-то 4 недели. Это до месяца пути с учетом этого логистического кошмара, который присутствует в России. Например, из Мурманска, из такого села, как Алакурти, они полностью вывезли войсковую часть 80-го МСБР, они полторы недели ее вывозили, они вывезли ее вместе с техникой, больше 100 единиц они вывозили вместе с боеприпасами. Это то есть 1900 километров, они полторы недели их везли вот из этого района к границе с Харьковской областью. Ну, то, что горят сейчас успешно, горят склады российской техники, логистические цепочки нарушаются, бьет очень точно наша армия по командным пунктам. И напомню, накануне мы говорили о очень точном попадании по командному пункту Херсонской области. По предварительным данным 12 человек высшего офицерского состава оккупантов погибли. Работают хаймарсы, работают хаймарсы, слава богу, они дошли уже. И не только, да. Но ожидается еще 4 такие системы. То есть в общей сложности 13 систем будет у нас. Вот такое количество, насколько оно улучшит эффективность разгрома российских оккупантов. Вы знаете, я всегда говорю, чем больше такого вооружения, тем лучше. А опять-таки лучше, только когда его еще больше. Да, 4 единицы они могут дополнительно разгрузить нагрузку, оказываемую сейчас на эти реактивные системы залпового огня, которые мы используем. А поскольку, как вы видите, в основном делается ставка на непосредственно Донбасский плацдарм. Это Донецкая область, где, пожалуй, самые большие склады и самое большое количество складов было сконцентрировано. А также сейчас делается ставка еще и на оказание огневого давления и поражения на Херсонский плацдарм. То есть, опять-таки, где контрнаступательные действия вооруженных сил, они имеют достаточно неплохую такую перспективу. Достаточно эффективные действия проводят вооруженные силы Украины на севере и северо-востоке от Херсона. Поэтому подобного рода давление оно уместно. Но, с другой стороны, у нас есть еще и Запорожский плацдарм и Харьковский. Особенно Харьковский, где на сегодняшний день российские оккупанты осуществляют у границ Харьковской области со стороны Белгородской накопление сил и средств для того, чтобы на север и северо-восток, а также восточную часть от Харькова, максимально закрепиться, создать буфер безопасности для своих логистических артерий. И, на мой взгляд, точное распределение вот именно этих установок РЗО по плацдармам позволит уже более-менее, но условно, скажем так, это исключительно условно, но оказывать по широкому фронту огневое поражение по объектам противника. Но эти плацдармы находятся в Белгородской области, на территории России. И вот в связи с этим я хочу озвучить мысль, которую озвучил вслух уже, потому что до этого многие размышляли о такой вероятности, но как-то вслух об этом никто не говорил. Так вот, советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массара сказал, что Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в России, Беларуси и оккупированном Крыму. Ну, действительно, многие думали, а почему если в нам прилетает, почему в ответ ничего не летит? И вот такая мысль прозвучала. Необходимо ли это, Александр, как вы считаете? И что бы это могло изменить сейчас? Ситуация на фронте как бы поменялась? Да, безусловно. В принципе, я с самого начала полномасштабного вторжения в Украину являлся именно сторонником нанесения ударов по военной инфраструктуре российской армии на территории Российской Федерации. Но я прекрасно понимал, почему принято такое решение именно руководством нашей страны, почему оно настолько толерантно, сдержанно и демократично относится к границам соседнего государства, пускай военного преступника и фактически агрессора. Ну, на мой взгляд, в принципе, нам никакое разрешение и не нужно, поскольку это решение, опять-таки, политического характера, и у нас всегда были возможности нанесения этих ударов, даже не используя западные типы вооружений. Поскольку, например, если мы говорим о объектах военной инфраструктуры российской армии у границ с Украины, со стороны России, то они как раз попадают, многие из них попадают в зону действия тех видов вооружения, которые у нас были до момента поставок наших международных партнеров. Как ствольная артиллерия, например, так и реактивная. Поэтому это исключительно политическое решение должно быть. А что же до Харьковской области? Тут я немного вернусь. Почему там тоже было бы неплохо размещение именно М-142 «Хаймерс», поскольку именно во временно оккупированной части Харьковской области огневое давление, например, в районе Казачьей Лопани, например, в районе Изюма, Большой Бурлук, опять-таки, Волчанск. Было бы просто замечательно, если бы именно по этим объектам отрабатывать начал М-142, это значительно бы улучшило позиции вооруженных сил Украины именно в Харьковской области. Поэтому, в принципе, нивелировало бы даже в определенном смысле вот это количество просто неконтролируемых хаотических обстрелов, которые оккупанты осуществляют по Харькову. То есть, в первую очередь, все-таки мы должны уничтожать российских оккупантов на нашей территории. То, что мы их можем уничтожать на их же территории, это мы всегда могли сделать, а сейчас тем более. Но это уже решение совсем другого порядка. Александр, вот вы вспомнили Харьков. Буквально накануне глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов объяснил, почему ПВО системы неэффективны в Харькове. Он сказал, что город обстреливают из систем РСЗО. А уж системы ПВО не в состоянии их все перебить. И вы видите, в этом направлении какой вот сценарий развития нашим украинским военным необходимо оттеснить в данном направлении силы противники. Правильно? Совершенно верно. На сегодняшний день Харьков находится под постоянным обстрелом со стороны российских оккупантов. Ну, фактически, в какой-то степени точно так же, как и Николаев и любой другой прифронтовой город, поскольку у российских оккупантов есть возможность нанесения ударов посредством ствольно-реактивной артиллерии. Большая часть ударов наносится именно данными средствами поражения. Кроме того, отдельно отмечу, что они используют также ОТРК «Искандер», тактические ракетные комплексы «Точка-У», а также ракеты авиационного базирования. Именно по Харькову намного успешнее, скажем так, они их используют, назовем это так, нежели по другим населенным пунктам Украины. Почему? Потому что в Харькове работать продолжает ПВО. Там ПВО работает. Но ствольную и реактивную артиллерию действительно перехватывать ныне данные комплексы не способны достаточно эффективно. А если идет речь о баллистических ракетах и ракетах авиационного базирования, то расстояние между местом пуска и поражением объекта настолько незначительно небольшое, что ПВО просто не успевает вовремя среагировать. Я даже приведу пример. Российские оккупанты на острове Змеиный планировали размещать ракеты П-800 «Оникс», чтобы более эффективно обстреливать Одесскую область. Ведь время подлета П-800 «Оникс» с острова Змеиный до Одесской области было бы меньше минут, скажем так. А в то время как с территории временно оккупированного Крыма это более продолжительный период времени и ПВО успевает отреагировать. Так вот в Харькове на большинство обстрелов попросту ПВО не успевает отреагировать из-за столь небольших расстояний. Александр, а как тогда защитить небо Харькова? Будет ли эффективна израильская система «Железный купол» для этого города или нет? Нет, «Железный купол» нет. «Железный купол» не будет эффективен, поскольку фактически его интеграция в нашу систему ПВО может занять года. Например, Соединенные Штаты, когда закупали «Железный купол» тоже с целью интеграции его в свою ПВО для расширения возможности комплексов малой и средней дальности поражения, они не смогли его интегрировать, несмотря на то, что системы между собой очень схожи. В данном контексте, если мы говорим о защите воздушного пространства именно над Харьковом, то было бы более разумно размещать такие комплексы, как НАСАМС. Они более гибкие в интеграции. Например, даже если мы берем Соединенные Штаты Америки, то они более гибко интегрированы, эти зенитно-ракетные комплексы, в их систему ПВО, американскую. Поэтому в Украине именно интеграция НАСАМС была бы максимально эффективной. Но помимо этого нужно еще задуматься о том, чтобы обезопасить этот район от поражения ствольно-реактивной артиллерии. Для этого именно необходимо возвращать наши границы в Харьковской области. То есть вытеснять российских оккупантов к северу и северо-востоку от Харькова. И, кстати, М-142 в этом вопросе очень даже бы помогли, потому что незначительно бы оказали бы огневое давление по позициям российских оккупантов, что ускорило бы наши контрнаступательные действия именно в этом регионе. Александр, уже 20 июля состоится четвертая встреча контактной группы по Украине «Рамштайн» в онлайн-формате. Что вы можете сказать об эффективности трех предыдущих встреч? В принципе, с учетом тех условий, в которых проходят данного рода встречи, скажем так, в какой-то степени даже экстремально срочных, достаточно эффективный показатель, поскольку страны, которые являются основными союзниками Украины, они достаточно эффективно продолжают нам оказывать поддержку. Мы расширяем пул стран, которые нас поддерживают благодаря именно таким встречам, и благодаря этому расширению начинают появляться некие другие возможности по оказанию поддержки. Логистические, политические, финансовые, какие угодно, военно-технические, просто технические, высокотехнологические. Любые элементы поддержки, которые оказываются и появляются на горизонте, они очень выгодны Украине. Поэтому от следующей встречи я ожидаю, во-первых, конечно же, расширение пула международной поддержки, то есть количество стран, которые нас поддерживают. А второй момент, конечно же, расширение номенклатуры именно той военно-технической поддержки, которая будет оказываться. И вот, судя по всему, Россия сейчас тоже ищет поддержки. Появилось сообщение о том, что Белый дом говорит о том, что в планах Ирана передать России беспилотники. И сегодня же появляется сообщение о том, что Путин собирается отправляться в Иран. Вот как вы считаете, о чем говорят эти два события? Ну, на самом деле, действительно, у Российской Федерации сейчас большие проблемы с беспилотниками. Во-первых, они не могут их серийно производить из-за санкций. Практически все типы беспилотников, которые производятся в Российской Федерации, они более чем на 80% состоят из иностранных комплектующих. Поэтому для них серийное производство, неважно, Форд-Пос, Орлан, что угодно, Орион, они для них сейчас недоступны из-за недоступности западных технологий. А поэтому Россия ищет возможности компенсировать свои потери в Украине именно за счет каких-либо иных поставщиков. И Иран в данном контексте именно та страна, которая десятилетиями находится в зоне санкций, и научилась в этих условиях, с учетом тех технических и технологических возможностей, которые у них есть, производить, например, беспилотные летательные аппараты. Их качество, их исполнение, ну и, конечно, их хай-тех уровень вызывают большие-большие сомнения. Но, тем не менее, они у них есть. И есть в определенном количестве. Не в таком глобальном масштабном, чтобы оказывать какую-то серьезную поддержку России. Но есть другой вопрос. Согласится ли на это Иран? Например, у них есть линейка таких БПЛА, как Шахид-121, Шахид-123, Шахид-125. Ну, как раз те, которые вполне можно было бы передать Российской Федерации для оказания разведывательных действий. Но Иран именно та страна, которую сейчас рассматривают в международном сообществе, чтобы заменить поставки российской нефти и газа. То есть, для Ирана в условиях его санкции открывается окно возможности по увеличению своего экспорта нефти и газа. По сути, рисковать этим ради передачи беспилотников России они не соберутся. Станут ли они рисковать ради какой-то сомнительной прибыли от продажи 50-100-150 беспилотных летательных аппаратов России, в то время как значительно большую прибыль они смогут получить как в ближней, так и в короткосрочной, так и среднесрочной перспективе от повышения экспорта нефти и газа. Ну, я, конечно, сомневаюсь в этом. Александр, спасибо вам большое. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, был в эфире «Фридема».